Продолжение следует... 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 это Португалия и Испания, огромные территории земли. Однако, к большому сожалению, вместе со всеми этими внушительными землями и со всеми теми неограниченными возможностями, которыми обладала исламская умма, будь то экономические возможности, стратегические, демографические, интеллектуальные, со всеми этими возможностями исламская умма пребывала в сильнейшем упадке. Первое, что становится заметным при взгляде на исламскую умму, это то, что она была разделена, раздроблена. Да, территория большая, огромная, охватывает тысячи и миллионы километров. Однако, к сожалению, каждый регион живет сам по себе. И регионы эти не просто живут сами по себе, а еще и противоборствуют друг с другом. Проанализировав положение исламской уммы в то время, мы найдем в центре исламского мира, в сердце исламского мира, аббасидский халифат. Конечно, это очень большое, громкое имя. Аббасидский халифат в 600 году имел почти 500-летнюю историю. Аббасидский халифат возник в 132 году по хиджре, после падения Амиядского халифата. Этот халифат обладал чрезвычайной силой. Он широко и очень быстро распространился по многим уголкам земли. Однако, субханаллах, в это время, о котором мы говорим, в начале 7 века по хиджре, аббасидский халифат имел реальную власть только в некоторых районах Ирака. Он не правил всеми арабами, не управлял всеми ими. Его центром был Багдад, и он правил Багдадом и его пригородами, в центре и на юге Ирака. И даже север Ирака не входил в юрисдикцию аббасидского халифата. Таким образом, аббасидский халифат носил громкое звание. Звание халифата. Но этот халифат являлся всего лишь символом. Символ, который мусульмане хотели сохранить, потому что он олицетворяет для них воспоминания о прошлом, счастливом и великом прошлом. К тому же, хоть он и слабый, но рано или поздно он может снова окрепнуть. Поэтому формально мусульмане старались сохранить образ аббасидского халифата. Так же, как и сейчас во многих странах, форма правления изменилась на республиканскую или демократическую, тогда как раньше была монархия. Но до сих пор сохраняется звание короля. Он не влияет на решения, не имеет веса. Он не осуществляет какие-либо дела в государстве. Он служит как образ и напоминание людям о прекрасных минувших днях. Точно так же существовал и аббасидский халифат в то время. И во главе его стоял халиф. Аббасидский халиф на протяжении нескольких лет до этих событий был критически слаб. Его ничего не интересовало, кроме приобретения имущества, унаследования детей, сбора богатства всеми доступными методами. Он не имел своего личного слова, которое хоть каким-либо образом влияло бы на всемирную политическую динамику того времени. Таковым было положение аббасидского халифата в начале 7 века по хиджре. Если мы взглянем чуть шире, что Египет, Левант, Шам, Хиджас и Йемен, все эти территории были в руках правления амиров-аюбидов. Амиры-аюбиды – это преемники, дети и внуки Салахуддина аль-Айуби. Да помилует его Аллах, великого героя ислама. Однако, к большому сожалению, его потомки разительно отличались от своего прадеда, величайшего героя – Салахуддина аль-Айуби. Салахуддин аль-Айуби оставил после себя большое, огромное королевство, которое охватывало такие страны, как Египет, Левант, Шам, территории Ирака, те, что выше реки Ефрат, некоторые территории Турции, весь Хиджас, весь Йемен, вся Ливия, часть территории Нубии. Огромное государство. Как только Салахуддин скончался, да помилует его Аллах, его дети начали делить эту большую империю между собой. Они поделили ее на отдельные страны, и больше того, даже стали вести яростные войны друг с другом. К большому сожалению, такое случалось неоднократно в истории нашей умы. И это неудивительно, потому как существует большое искушение, от которого нас предостерегал наш посланник, салаллаху алейхи вассалям. И это искушение мирским, богатством. Этому искушению мирским и поддались потомки Салахуддина. Они поделили между собой все эти многочисленные несметные богатства, что привело к борьбе, раздорам, разногласиям и поднятию оружия, мечей, друг против друга. Таким образом, хоть это наследие Салахуддина Аль-Аюби и было великим, но и оно было раздроблено. Левант, Шам, отделен от Египта, Хиджас и Йемен отделены от Египта и Леванта, Шама. И даже сам Левант, Шам, был поделен на несколько эмиратов, княжеств. Эмират Алеппо, Эмират Дамаска, Эмират Хомса, Эмират Хама, Эмират Латакии, Субханаллах. Каждая маленькая область Шама была поделена среди правителей аюбидов. Таким было состояние центральной части исламского мира, халифата. Давайте теперь взглянем на западную часть исламского мира. Тут пока еще существовало государство аль-Мухадов, единобожников. Государство единобожников – это одно из самых больших государств в истории исламской уммы. Это государство правило от Ливии на востоке до Марокко на западе и от Андалусии на севере до центра Африки на юге. Его границы охватывали более 20 стран современного мира. И вместе с этим в начале 7 века по хиджри государство единобожников пало. Развалилось ужасающим образом под натиском крестоносцев в известном сражении при Лас-Навас-де-Толоса. Аль-Икаб. Сражение при Аль-Икаб названо так из-за крепости Аль-Икаб в Андалусии, близ которого произошла битва в 608 году по хиджри. Государство единобожников пало ужасным образом. Было растерзано и развалено на части. Ливия осталась сама по себе, Тунис сам по себе, Алжир сам по себе, Марокко сам по себе и так далее. Андалусия также подверглась страшному испытанию при развале государства единобожников. И ее города один за другим перешли в руки крестоносцев. Крестоносцы, о которых мы говорим в этой местности, это крестоносцы севера Испании, Франции, а также часть Англии и часть Италии, которые помогали Испании в борьбе с мусульманами в Андалусии. Таким было положение на западе исламского мира. Посмотрим теперь на восточную часть исламского мира. На востоке исламского мира, в Азии, было очень много стран, подчинявшихся власти Большого Королевства, которые называли Государство Хорезм Шахов. В Государство Хорезм Шахов входило большое количество стран. Оно правило от запада Китая до востока Ирана. Только представьте, в ее власти были такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Большие территории Ирана, Большие территории Азербайджана, Некоторые территории Армении. Субханаллах, это было огромное государство. Однако и оно, к большому сожалению, находилось в состоянии войны со многими исламскими государствами вокруг него. То есть оно воевало с абасидским халифатом, воевало с Индией. А Индия, к слову, также была исламским государством в то время. Она правилась по исламу несколько веков. А конкретно в это время она находилась в султанате Гуридов. Индия вела продолжительную войну с королевством Хорезм-Шахов. Все эти государства исламские, пребывающие в постоянной борьбе друг с другом. И последнее государство из исламского мира – Турция, или Анатолия. Ею правили сельджуки. И все те же проблемы, которые были у мусульман в других странах, имели место и у сельджуков на территории Анатолии. Хотя они и являлись потомками великого героя ислама Алб-Арслана, одного из величайших правителей сельджуков. Но вместе с тем, субханаллах, эти потомки и преемники крайне отличались от него. И переживали настолько сильный упадок, который неприемлем для любого мусульманина. Не говоря уже о том, чтобы такие люди были правителями мусульман. Проблема в том, что исламский мир захлестнули беззаконие и грехи. Людьми одолевали грехи повсюду. Достаточно просто было встретить притеснения там и тут. Или встретить распитие опьяняющих напитков, разглядывание танцовщиц, занятие ростовщичеством, невыплату заката. Либо встретить сотрудничество с иудеями и христианами, а затем и с татарами. Все эти болезни, распространившиеся в исламской уме в то время, несомненно приведут к тем последствиям, которые мы увидим. Когда мы проанализируем эту действительность и посмотрим на такую разрозненность, для нас не будет удивительным после этого ужасное нашествие татаро-монголов и свержение исламских держав одну за другой. Как мы это выясним в следующих выпусках. Вот таким было положение исламского мира. Какой была вторая сила в мире? Как мы уже сказали, это сила крестоносцев. Силы крестоносцев также были разбросаны в мире по нескольким территориям. Основная в мире сила крестоносцев в то время находилась на западе Европы. В нее входили, конечно же, Франция, Италия, Германия, Англия и север Испании. Юг Испании, естественно, принадлежал мусульманам. В Андалусии. Между этими обширными территориями на западе Европы и мусульманами были очень продолжительные войны. Знаете ли вы, что крестовые войны против мусульман начались в 491 году по хиджре, то есть в конце 5 века по хиджре, и продолжались весь 6 век? Мы сейчас говорим о начале 7 века, но крестовые походы продолжают терзать весь исламский мир. Таким образом, эти страны объединились друг с другом в войне с исламским миром, особенно в двух регионах. В Ливанте, Шаме и Египте. А также, конечно, с территориями Турции, как вы знаете. В Ливант, Шам, о котором мы говорим, входят такие страны, как Сирия, Ливан, Палестина и Иордания. Итак, это была одна из сил крестоносцев. Второй силой крестоносцев было Королевство, или Империя Византии, которая находилась на территории современных Греции, Албании и соседних стран. Конечно, история ее вражды с мусульманскими государствами очень длинная. Но именно в то время Византийская империя сильно ослабла и не вела войн с мусульманским Шамом и Турцией. Определенное время она сохраняла нейтралитет. Ее столицей, конечно, был известный Константинополь. Также в числе крестоносцев в то время мы найдем государство Армению. Армения, находящаяся на востоке Турции, тоже вела постоянную борьбу с исламским миром. Также государство Курджитов. Курджитское государство, которое теперь называется Грузией, и которое ранее было одной из республик Советского Союза. Оно также было в состоянии войны с исламским миром. Существовала также очень важная и очень опасная часть среди стран-крестоносцев в то время. Это были крестовые княжества на территории Шама и Палестины. Самыми известными княжествами были княжество Акра, княжество Антакия, Антиохия, княжество Сайда, Сидон, княжество Бейрут, княжество Тарабулус, Триполи и Иерусалим. Множество княжеств, в которых поселились и жили крестоносцы. Вы помните, что мы говорим о начале 7 века по хиджри? А крестоносцы вошли в Левант в 491 году по хиджри. То есть они уже больше века жили на мусульманских землях. Таковым было положение крестоносцев в мире в то время. Велись постоянные войны между двумя основными мировыми силами того времени, между мусульманами и крестоносцами. Конец 6 века по хиджри, то есть до начала 7 века, был очень счастливым для мусульманского мира и крайне досадный для крестоносцев. В конце 6 века по хиджри было великое сражение при Хаттине. Сражение при Хаттине под руководством большого героя Салахуддина Аль-Аюби, да помилует его Аллах, случилось в 583 году по хиджри. Как мы знаем, это было на земле благословенной Палестины. Просим Аллаха, азуаджаль, о полном ее освобождении. Сражение при Хаттине было на ее востоке. Мусульмане одержали в ней разгромную победу. И после этого, в течение нескольких месяцев, в месяце Раджаб, 583 года по хиджри, был освобожден Иерусалим. Как всем об этом известно, это было в восточной части. На западе также конец 6 века ознаменовался счастливым событием для мусульман. В битве при Алларкасе в Андалусии победу над крестоносцами в ней одержал Аль-Мансур из династии Аль-Махадов. Правитель государства Аль-Махадов в известном сражении при крепости Алларкас в 591 году по хиджри. И хотя завершение 6 века по хиджри и было таким благополучным, но, как мы уже сказали, в начале 7 века по хиджри все это благополучие испарилось. Из-за кризиса в исламском мире, из-за той его раздробленности, о которой мы упомянули. Но обратите внимание, в то же время эти войны, произошедшие у мусульман с крестоносцами в конце 6 века по хиджри, оставили силы крестоносцев в очень слабом, истощенном положении, как это ясно и известно. И вот в это время, в сложившейся обстановке, слабости в исламском мире и бессилии на стороне крестоносцев, когда обе стороны выжидали друг друга, появилась новая сила на поверхности Земли в 603 году по хиджри. Этой силой были татары-монголы. Их восхождение было поразительным, невероятным. Их подъем в начале был постепенным, но затем случился молниеносный взрыв, охвативший весь мир. Это та сила татар-монголов, которая позднее изменила географическую карту мира. Как возникла эта сила? Кто создал ее? Кто собрал ее? Чем ответили мусульманские государства на появление государства татар-монголов, примыкавшие к мусульманам? А также, чем ответили крестоносцы на появление государства татар-монголов? Все это по воле Аллаха мы узнаем в следующем выпуске. Прошу Аллаха, азу-ваджаль, даровать нам понимание его назиданий, научить нас тому, что принесет нам пользу, и сделать полезным для нас то, чему он научил нас. Воистину, он владыка всего, и он на все способен. Вы вспомните то, о чем я вам говорю. Я вверяю свое дело Аллаху. Воистину, Аллах видит рабов. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.